Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Роман, спасибо, что пришел к нам на передачу. У тебя сегодня футбольный дебют. Я знаю, ты имеешь самое непосредственное отношение к телевидению как таковому. Поэтому уверен, что сегодня наш эфир пройдет под бодрым знаком, потому что Роман, ну не знаю, может быть, в свое время, а может быть, до сих пор болеет за казанский рубин. И уверен, что мы, возможно, узнаем какую-то инсайдерскую информацию, что случилось с рубином, что они в этом сезоне не показали всего того, что должны были показать для своих болельщиков. Итак, друзья мои, давайте посмотрим, как закончился финальный матч Кубка России между Локомотивом и Уралом. Итак, 1-0, Локомотив забил один мяч, и этого абсолютно хватило для того, чтобы взять Кубок России. Сергей, тебе сразу вопрос. Локомотив у нас рекордсмен, берет уже 8-й Кубок в России, и, соответственно, 2 еще было в Советском Союзе, и того уже 10. Юрий Павлович Семин обходит, если мне память не изменяет, по-моему, Газаева, который наибольшее количество Кубков брал. Ну, что это, птица Феникс или паровоз под именем Локомотив Юрий Павлович Семин? Наверное. Ну, Семин игроком брал из Динамо, из Локомотива, не знаю, мне кажется, тоже брал. Видно, мы же говорили, это тренер, который с большой буквы, и тем более в таком возрасте опыт какой большой. Но я, ты знаешь, болел за Урал в этом матче. Да вы все, да, болели за Урал. Я в начале, я говорю, в полуфиналах болел за Урал, но я предсказывал, говорил, что без лидера своего Билк Фалви они, конечно, это немножко другой Урал. И не хватало им его, и не хватало именно в атаке, вот созидательной какой-то игры у Урала. За счет этого, я думаю, Локомотив обыграл, тем более у Локомотива и все были практически на поле игроки, которые в основе играют. И сами игроки, они немножко, конечно, по классу повыше, чем Урал. Если кто внимательно смотрел, по крайней мере, вот финал Кубка, вот честно скажу, я не увидел искры из глаз в исполнении Урала. Скучный матч. Если в отношении Локомотива одни не могли, другие не хотели, мне так кажется, что это вот такое. Да ладно тебе. Ну что, да ладно тебе. Ты что не смотрел, на 38-м минуте мы не то что засыпали, а уснули. Не, ну финалы бывают разные. Бывают разные, а вот этот оказался... Таких финалов, были и 0-0 финалы, вспомни, там пенальти били потом. Ну что ты? По-моему, Урал просто... А я помню 3-3 финала. Не, Урал вообще никакущий был. Так вот оно в это дело, я не понимаю, почему Урал? Все, один матч, единственный. В чемпионате ничего больше не надо в чемпионате. Так точно. Выкладывайся полностью. Потому что в атаке кто был в Урала, давайте вспомним. Погребняк. Вот, 34 года. И что? Ну, и все. Вот, в общем-то и... Вот у тебя вся история по матчу. А кто Локомотива был в атаке, вспомните. Кто в атакующей линии Локомотива какая-то. Вот поэтому, почему странно, если Локомотив так хорош, как ты говоришь, и вам понравилась игра, почему вот счет 1-0? Это бы кубок, Женя. Вот, 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 наверное еще. А они, может быть, да, действительно до ничьи там хотели дотянуть. Вот если команда хотела, то она бы играла 6-0, да? На моем счете хоть и 1-0... Подождите, мяч забили на седьмой минуте. Какой весь матч они играли, чтобы не пропустить? Они на седьмой минуте пропустили. Так эта игра смотрелась, Олег. Так, ну его раскукотище было. Урал ничего не создал. Не, ну и странно, да, Парфенов вроде бы в прошлом году взял кубок, да, и здесь финал вышел. Не поднастроил. Да, как кто-то, я думал, что он будет все-таки настроить команду более как-то на борьбу. А я, кстати, все-таки, вот, хоть и хотелось болеть за Урал, но болел за Локомотив, чтобы четвертое место давало прямую путевку в Лигу Европы. И так все и получилось. Ах, вот оно что. Вот сейчас мы раскрыли этот тайный заговор, который, я уверен, что Локомотив играл именно с целью того, чтобы победить в кубке, и чтобы четвертое место давало преимущество ЦСКА. Не, он-то давал, так как младший брат Спартака, они хотели Спартаку уступить, это замечательное право, но дальше Спартак, никогда такого не было, опять то же самое, поговорим чуть позже. Роман, подключайся, подключайся к нашему разговору. Скажи, пожалуйста, да, мы просто первый раз, а мы очень часто обсуждаем Кубок России в том плане, что считаем такой абсолютно даже не второстепенный, а, не знаю, третьестепенным турниром, на который многие команды не настраиваются, выставляют вторые составы и так далее. Этот год немножко изменился, да, у нас и по участникам, даже в том же четверть финала и полуфинала, все были достойные команды, скажем так. Хотя, как можно назвать недостойные команды, которые уже дошли до полуфинала, до финала, значит, тоже достойные. Вот на твой взгляд, что не хватает для того, чтобы Кубок стал популярным, чтобы Кубок было престижно выигрывать, а не только уже после финала говорить, мы выиграли Кубок, мы ставим его в музей и так далее. Я думаю, победитель должен выходить в третьей раунд-лиге чемпионов. Я согласен. Только так. Тогда будет битва. Тогда будет битва, тогда будет интересно, будет огонь. Резонно, резонно, резонно. Ну, тогда это надо менять УИФА положение. Интересно, как это связано, возможно ли самому назначить это или нет? Интересно, кто определяет этот регламент РФС или УИФА все-таки? УИФА, наверное. Ну, Олег, как любитель статистики, я проверю, но мне кажется, регламент определяет УИФА. Конечно, я тоже так думаю. Мне кажется. Ну, а как? Это сейчас мы... А может быть, только в России такой Кубок, да? А ты с другой стороны, смотри, Локомотив занимает второе место, выходит тоже в основную сетку. И в Лиге Европы как бы он может играть в основной сетке? Нет. Нет, если он выиграл... Бейти Кубка... Нет, ну он уже все, он в Лиге Чемпионов играет. Нет, понятно, что. Но сейчас у него-то есть возможность, правильно? Нет, есть никакую возможность. Это как-то там все, раз первые две команды в России выходит Лига Чемпионов. Все, в групповой турнир. Конечно. Это прописано. Причем из Кубок. Они Кубок уже будут... В любом случае, болельщиков Локомотива может только поздравить. Ну да, трофеи есть. Как Юрий Павлович выстроил команду, как к концу чемпионата она играет. Накатили. Да, как прибавили братья Миранчуки. Прям приятно посмотреть. Особенно приятно посмотреть было на Локомотив. Именно в весеннюю часть. Помните, как Локомотив начинал, разгонялся, не смазанный... В Дурк-5, там 13-е место он занимался. Да, да, совершенно верно. И весеннюю часть Локомотив провел... Ну, если брать только весеннюю часть, да, Локомотив на первом месте. Я считаю. По набранным очкам на первом месте и по игре, в общем-то, он, да, оказался на втором Лиго-Чемпионском месте. Тут и были небольшие вопросы, да, там, судья пенальти назначал. Я считаю, что, Олег, вопросов было очень много по судейству и по игре уж точно. Были. Так что как-то вот Локомотив доковылял на последнем добыче угля. Мы всегда говорили, что это чемпионская игра, когда вот на таких матчах, вот, действительно, там, какие-то нелепые голы, там, судья, что-то помог. Левая с левой пенальти. Да, единственное, кому они помогали, это Рубину, моему Казанскому и Краснодару. Рубину разрешили, зато 11 человек в штрафную на угловой поставить. Да, да. Опять-то. До сих пор вряд ли сюда пригласили. Вратарь в конце побегал. Да, интересно. Динамо заобили. Ну что ж, конечно, я поздравляю всех болельщиков Локомотива с завоеванием очередного трофея. А если брать такую суммарную, за последние, да, там, сколько у нас получается, два года, то у Локомотива чемпионство и два кубка, по-моему. Два. Какие кубки? Какие кубки? Один кубок. Один суперкубок ЦСКА. Суперкубок ЦСКА взял. ЦСКА это? Это ЦСКА. Центральный спортивный клуб армия. Ну ладно. Ну что ж, запомним. Ну, по-моему, а, и серебро, естественно. Да. За последние два года, чемпионство, серебро и кубок. Ну, тоже, в общем-то, результат, я вам сказал, нормальный, неплохой. Очень, очень неплохой результат. Когда-то, в далекие, еще, по-моему, не знаю, там, позапрошлом веке ЦСКА показывал такие результаты, но теперь эти времена далеко и надолучились. Даже брали три кубка сразу, не забывай. Да? Хорошо, напомнишь мне в следующем сезоне. Кубок Северных Марий. Да ладно, Северных Марий. Друзья мои, переходим в чемпионат в России. Тридцатый тур. Тридцатый тур, действительно, завершился чемпионат. Мы узнали все места, как распределились. Ну, естественно, результаты тридцатого тура мы видим на своих экранах. Итак, ЦСКА Крылья Советов, самый крупный счет этого тура, я не помню, даже, по-моему, этого чемпионата. Совершенно верно. Ахмат Ростов, Ростов в весеннюю часть как-то выступил непонятно, да? Претендовал гораздо на более высокие места. Зенит Енисей, чемпион, сыграл с командой с последнего места и победил 4-1. Динамо Арсенал. Динамо открыла свой стадион. Сыграли в ничью с тульским Арсеналом, прошу не путать, с лондонским. Краснодар. Краснодару нужна была победа. Победил у себя. Дом 1-0. Рубин при поддержке, там, чуть ли не, по-моему, 40 тысяч болельщиков. Полный стадион. Да, полный стадион был. Анжи Урал 0-2. Урал выиграл, хотя больше, наверное, болельщики ждали победы в другом матче. Локомотив Уфа 1-0. То же самое. Дежурно. Дежурно, да. Ну и Локомотив, естественно, ему нужна была победа, иначе он пропустил бы Краснодар. И Оренбург-Спартак, центральный матч Тура, ну, по крайней мере, для болельщиков Оренбурга и для спортивных комментаторов, журналистов. Потому что им есть о чем поговорить, им есть на что выплеснуть свои эмоции. Я смотрел после матча комментарии некоторых своих коллег, которые, ну так, слегка, скажем так, побаливают за Спартак. На них тяжко было смотреть, боже мой, на них не было ни лица, ни улыбки, ни эмоций. Ну что ж, начинаем обсуждение с матча, который стал действительно по счету самым крупным. И порадовал болельщиков ЦСКА на своем стадионе в солнечную, шикарную погоду. Обыграли. Обыграли крылья Советов 6-0. И я хочу спросить у, чуть не сказал, у участников. Участников. Мне так и было. Мне так и было, да. Ну хорошо. Они практически вышли на поле. Свидетелей, да? Кто свидетель? Что случилось? Женя вошел во все репортажи даже об этом. Так, Жень, рассказывай. Что рассказывай? Мы с Ильей приехали на матч, он меня привез на машине, все культурник. Не так подробно. Ну и прослушивай. Кондиционер у нас был, он так, в температуре. Слушайте, РОК-ФМ, как обычно, я включаю только когда Женя в машине. Искрещительно. Мне на самом деле матч выдался нам достаточно очень легко, как мне показалось. Спасибо. Ну что же, а мы переходим к следующему матчу. Я хотел узнать, что перед матчем творилось. Музыка, танцы. Именно было видно, что идет окончание сезона. Привезли баскетболисты кубок свой между таймами и перерывами. Кубок выставляли. И так получилось, что я был сначала на трибуне с Ильей, мы смотрели матч, а потом я пошел по трибуны помещения, и все вот эти баскетболисты, я думаю, откуда такая группа товарищей идет? Я такой не понимаю. Опа, здрасте, ребят, спасибо за кубок. То есть второй тайм уже не смотрел, да? Нет, второй тайм уже смотрел. Второй тайм уже смотрел. Ребята, ребята, дайте я мой кубок посмотрю. То есть все было заточено на то, что красиво завершить этот сезон на хорошей ноте. А они завершили. Я думаю, что если бы мы заняли, допустим, 5 место, так же атмосфера была бы продолжалась. Илья, это была случайность, что ЦСКА победил с таким разгромным счетом? Ну нет, если покопаться, у Крылья Сайтова были большие кадровые потери в этом матче. Плюс мотивировки не было. Да, не было мотивации. Некоторых игроков Божевич поприберег. ЦСКА были мотивированы. Ну вообще что говорить? Армейцы умеют заканчивать чемпионаты. Это была мажорная нота еще потом по результату. А зачем мы потом об этом поговорим? Не, по 6-0 я могу ответить. Два-трехачков, пожалуйста. Два-трехачков. После каждого матча мне обычно звонит папа и какой-то свой комментарий дает по игре. Здесь он сказал, очень мне понравилось. Он сказал, ты знаешь, эти шесть мячей, это один мяч не забитый Тули, один мяч не забитый Питеру, два мяча не забитый Крыльзу Дару. Вот что это были за 6-0. Но все равно, как-то на мажорной ноте мы закончили чемпионат. Как-то вот хочется сказать, что мы молодцы. Да, но еще есть одна. В этот день у нашего президента Евгения Леноровича был день рождения. Ему исполнилось 59 лет, но переходило на 60. Поэтому 6-0. То есть 59 начинался 60-й год. Поэтому что... Не, ну хочется поздравить это. И первый удар, может быть, я просто подумал, что может быть каждый матч начинать с удара Гиннера. А сейчас будет барабанная дробь для всех армейских болельщиков. За долгие годы, если мне память не изменяет, кто у нас был последним лучшим бомбардиром. Муса, по-моему, лучшим бомбардиром был. Это было в... Какой-нибудь 13-й год. 13-й или 14-й год. И вот игрок наш, причем в ЦСКА, последний раз... Не то, что я скажу сейчас. Последний раз игрок ЦСКА с российским паспортом был Кириченко, который становился лучшим бомбардиром. Гусев был чуть раньше, он там поделился с Ласьковым первое место. А тут наш российский футболист занял первое место в бомбардирской гонке. А что мы его поздравили еще последний? А теперь, Леон, расскажи, как он стал звездой всех телеканалов? Потому что Федор Чалов после каждого матча бежит к Жене, чтобы дать ему автограф. Потому что каждый раз, когда он расписывает программу Женя, он всегда забивает следующий матч. Есть такой. Вот ответ. Если бы... То есть это талисман Федора Чалова. Ты понимаешь, у команды есть динозаврики, такие большие белочки, а у ЦСКА похоже на большую белочку. Ну что ж, действительно, ЦСКА порадовала своих болельщиков. Я заходил как-то на сайт, я заходил на различные социальные сети, и там действительно все болельщики ЦСКА говорят спасибо за этот матч, за такую финальную коду. А ты знаешь, матч даже завершился, там 6-0. Да, хорошая победа, красивая. И зрители не уходили со стадиона, то есть не покидали. То есть как они заставались, и пока не... То есть ОМОН свою работу блокировал. Да, не выпустил, закрыл. Какого-то празднования, да? Да, и все остались, как будто праздновали вот это четвертое место. Потому что знали счет в Оренбурге еще. Не обязательно это. Я говорю, что я не отчетов замечал. А, кстати, объявили еще? Да, в конце уже, потом уже после окончания. Объявили, да? Да, естественно, публика неистовала. У вас же было противостояние, кто займет четвертое и пятое место. Да, совершенно верно. И поэтому мы выходим на впрямую, а с этого можно и трансовик списать. Самое смешное, что от «Спартака» зависело больше. Да, да. Выигрываешь, все, ты остаешься. А от «ССК» уже ничего, не 6-0, не 12-0. Я не стал искать кадры прошлой нашей передачи, где вот на этом самом месте сидел у нас Александр Соснинский, который говорил, «Спартак победит, Оренбург – это не команда, и мы будем четвертыми выше ЦСКА». И так далее, и так далее, и так далее. Было дело. Да. Ну, мы ему передаем огромный привет. Александр, держись. Ну, и в его лице, естественно, всем болельщикам «Спартака». Нет, говорю, действительно, это было просто как-то, единились команды. Я говорю, что и фотографировались футболисты, делали круг почета и кричали «Мы ЦСКА», футболисты кричали. То есть не зрители, «Мы ЦСКА» и публика «Мы победим», и наоборот также. То есть все было прямо, знаешь, вот, прямо вот «вах». И то есть минут 15, конечно, не показывали, это уже уходили, да, там, на рекламу или еще на прочую, на что-то. А вот все продолжалось. На сектор вообще пошел болельщиков. Пошел болельщиков, Чалов пошел болельщиков и поддерживал, и Щенников тоже в рупор там кричал какой-то. И Федор, сколько бы не дал он разных интервью по поводу, по поводу и матч ТВ там, и еще на «ЦСКА». Ты везде оказывался. Нет, я не оказывался. Но когда он вышел уже по семье, говорит, ребят, я уже, говорит, устал. Но все-таки дал интервью, и уже уходя, я говорю, Федя, спасибо за чемпионство. И он все равно не расписался в программке. Спасибо за чемпионство. Ты ему привет. Ну, за чемпионство, за то, что он стал лучшим бомбардировщиком. Понятно. Ну и последний вопрос один, можно? Конечно. Если все-таки Федя Чалов уедет в Нью-Кассел, он что, будет летать каждый раз к тебе? Придется. Не, может, я туда поеду? О-о-о! Неплохо. Неплохо, неплохо. Кстати, у меня есть хорошая перьевая ручка. Если что. Поехали дальше. Чтобы закончить тему с ЦСКА, помните, мы на прошлых передачах говорили про Кенфеева, о том, что Игорь не спасает команду так, как он это делал всегда. Достаточно много было пропущенных мячей, да. И вот после нашей передачи корреспондент, видимо, посмотрел ее и написал статью о том, что действительно у Игоря травма. А мы говорили о том, что, может быть, действительно, Игорь, ну, хотя бы какое-то время, чтобы немножко подлечить ему эту травму. А он, как, не знаю, истинный боец или человек, который, ну, в какой-то степени по-спортивному эгоистичен, да, вот встает на ворота даже с такой травмой, как оказывается. А вот я спрашивал у Жени в прошлой передаче, говорю, а есть кто-то действительно поменять? И Олег, ну, ты, да, говорил, намекал, что, возможно, там что-то мешает ему кто-то подменить. Ну, хотя бы, действительно, в таком матче вот... Мне кажется, любому вратарю, ну, кроме, может быть, Зенита и Спартака, любому вратарю предложение перейти на место Кенфеева в состав ЦСКА примет. Я не про это, Олег, я спрашивал болельщиков ЦСКА, есть ли там в дубле или где-то еще там у них, там, молодежки, там, эти... Ну, второй вратарь, кто у нас? У меня как, Кырнец. Помазур? Кырнец. Или Кырнец. А мне кажется, дело в другом, что Кенфеев сейчас единственный, кто представляет такой сплав, как бы, старостный сплав, такого ветеранского состава ЦСКА, который, как бы, ну, такой тренер на поле. Поэтому, может быть, даже Гончаренко и вообще тренерский штаб его заставляют, возможно, играть, чтобы как-то на поле их стабилизировать. Дайте еще, пожалуйста, прогноз на будущий сезон. Как ваши молодые игроки, потянут они? Еще не знаю. Я очень жду, что будет с составом, кто добавится, кто уйдет. Абель ушел. Ну, Абель, ладно, мы переживем. Все-таки интересуют другие фамилии, кто может покинуть. Возможно, Метру, Фабликов, вот этот костяк, он вытащит. Нет, Метру, Фабликов, да, они остаются. Вот, возможно, есть вопросы по Фернандесу, по Бикао, есть вопросы по Чалову даже. Вот, подождем, что по этим футболистам, ну, возможно, кого-то мы приобретем, хотя из-за не попадания в Лигу чемпионов какие-то серьезные приобретения не намечаются. Кстати, впервые за 7 лет, впервые за 7 лет ЦСКА не попадает в Лигу чемпионов. Если из 11 игроков осталось только 2, что ты хочешь? Начинается. Ну, как? Начинается, Соломша. Давайте закончим уже. Давайте все-таки, если хочешь, я могу завершить 2 коротких объявления. Хотел бы поздравить сегодня Илью с днем рождения. Ура! Желание победы любимой команды и всего самого тебе доброго. Ну, что ж, я тоже предстояюсь к поздравлению и всего-всего желаю. У нас был на передаче Эльдар. Так. У него позавчера родилась дочка. О, поздравляем, Эльдар. Эльдар, поздравляем. Он смотрит? Мне почему-то даже вот, ну, не знаю, за кого, нет переживаний, за кого дочка будет болеть. Так точно. Ну, что ж, идем дальше. О ЦСКА мы много поговорили. Действительно, команда чуть опустилась, да, после прошлого сезона. Но шансы выйти на свою прежнюю, даже не на новую, а прежнюю орбиту у них есть. Переходим к матчу, который не оставил равнодушным ни одного болельщика футбола. Каждый, кто хотел в свою корку в памяти занести этот матч, он пришел на этот стадион. И таких собралось более 30 тысяч. Конечно, мы понимаем, это матч. Динамо-Москва-Арсенал. Сергей, поздравляю. Динамо-Москва-Арсенал, счет 3-3. Для болельщиков пиршество голов. А как потом мы еще говорили, что на Ленинградке в этот день зрители увидели аж 12 забитых мячей. 6-0 и 3-3, да. Больше было бы 6-0 и 6-0. Ну, могли, но, Женя, мы решили, игроки решили развлечь публику. Забивали свои ворота и пенальти зарабатывали. Молодцы, конечно, повеселили. Как атмосфера? Я видел репортаж, там и оркестры были, хорпел. Стадион в 1928 году был построен. Это место до того намолено. И там даже игроки говорили, что когда Симшов, бывший игрок, он в Динамо же играл. Вот интервью сказал, что он же в Арсенале сейчас. Он говорит, ехали когда с Арсеналом. У меня такая нервозность, я вспоминаю, как я играл. Как вот поближаешься к стадиону, едешь с базы. Совершенно другая атмосфера, это же не Химки, это, ну, считай, другой стадион. И поэтому, конечно, были все рады, были и пели, и гимны тоже, как Женя говорит, там и братались. И все было интересно, и шоу-программы были. Вот, и, ну, действительно, погода была прекрасная. Поле немножко там еще, оно только прошили у 9 мая, последний стежок. Кстати, кто-то из футболистов Арсенала сказал, что тяжело было играть. Говорит, достаточно много песка было. Да, оно еще просто не утрамбовалось. Да, понятное дело, что они... Ну, успели, молодцы, хотя бы матч открыли. Потому что следующий матч будет на Динамо, это Суперкубок. Суперкубок, потом планируют, уже Динамо начнет на своем стадионе, еще планируют они к осени какой-нибудь матч сделать сборной там. Так что я рад за... Стадион сам понравился тебе? Конечно. Нет, стадион, ну, что, а тебе понравился? Ты же про меня фотку сбросил. Нет, ну, одно дело быть... Оставили историческую часть стадиона. Да, они оставили же историческую часть стадиона раз. Во-вторых, он уникален тем, что там два стадиона под одной крышей. Конечно, было бы идеально еще бы крышу на футбольном сделать, чтобы как бы в Питере... И над Ленинградкой на всех случаях. Да, можно и там, если бы денег было. Вот, а поэтому стадион-то там, он поднят на 10 метров над уровнем. Там внизу торговые залы, ряды, рестораны. Там, ну, можно действительно людям приехать целый день там. Опять рынок динамо. Ну, зачем, Жень, приезжай, ты увидишь, Кациска будет играть, я тебя приглашаю. Как вам вот с удовольствием поедем. Как вам игра Панченко? Да, и Панченко молодец. Вот и динамо все-нибудь читал. Пришел в себя? Читал, да. Ну, вот он последние два матча, он же выдал, он забивает. И он стал лучшим бомбардиром динамо. Ну, хотя там, да, по-моему, мячам-то не очень. До Чалова далеко, хотя Чалова я поздравляю, я за него болел, Женя знает об этом. Передаем приезд, кстати, да, Федя Чалов, мой любимый игрок в ЦСКА сейчас, на данный момент. И вот, ты видел, как он показывал на букву Д, он действительно стал настоящим динамовцем, да, вот его приняли. Как вот Федя Чалов кричал в ЦСКА, я же смотрел матч, потом, в записи, потому что мне не удалось это, конечно, прямом посмотреть. Как весь стадион кричал Федя Чалов, Федя Чалов, было приятно, конечно, там и мальчик. Он говорит, даже мурашки, что ли. Да, да, он молодец, да. И также здесь Панченко стал таким любимцем болельщиков, и я думаю, что вот сейчас новые будут набирать, игроков покупать, кого-то продавать. Я думаю, что не пойдут против болельщиков Чалова и Шунина, как символа Динамо, который 6 лет против Панченко. Ну, это не хорошо, конечно. Можно и Чалова. Я бы, конечно, с удовольствием. Будут искать. Есть информация, что из «Спартака» обернутся воспитанники «Динамо»? Ташаев впятали, да. Говорят, Ташаев из «Обнин» должен вернуться. Нет, пока я читал интервью одного из руководителей, он написал, что никаких пока приобретений, только сядут обсуждать они с Хохловым. Это все, говорят, журналисты, пока нагнетают обстановку. Единственный минус, да, вот сломал руку Луценко на 13-й, на 17-й минуте упал неудачно, поменял его Марков, Марков вышел. Вышел и опять забил свои ворота. Вот это, конечно, неудачно выходит на замену. Нет, Марков чем хорош, он хотя бы забивает. Не важно, что сопернику свои ворота. Вышел с ЦСКА, да, Бастов забивает японец. Тут выходит сам свои ворота. Да, уже бомбардир, он должен забивать, он забивает. Так все, конечно, прекрасно, все довольны, все счастливы, наконец вернулись в родное место свое намоленное, как я уже сказал. Я думаю, что это, конечно, импульс даст, тем более будет больше болельщиков ходить. И говорят, что на своих стадионах, когда на родных, команда лучше играет и больше очков по статистике набирает. Поэтому, думаю, все будет хорошо. Ты лучше нравы, послушать ЦСКА не говори. Со Спартаком из ЦСКА, да, этот, по крайней мере, в этом сезоне... Не, ну понимаешь, Спартак встроил на новом месте, да, это ему дали в этом Тушино. ЦСКА, ну, это был ЦСКА стадион на Песчанке, да, он тоже старенький стадион, но ЦСКА мало на нем играл практически. Вспомните билетные кассы, стадион Динамо. Мне кажется, Динамо имеет все шансы стать очень посещаемым стадионом, потому что он самый близкий для поездки своим ходом. Он вообще к Кремлю ближе всех находит, да, даже, возьми циркуль. А мы думали, что просто выходишь из метро. Ну да, из метро. А у ЦСКА далеко метро вообще? Ну там километра полтора, наверное. Ну побольше. Я просто не помню, давно был уже. Побольше. До Кремля? Да нет, да. А, вы уже все рассказали про Кремль. У меня сразу все. Олег, Олег, Олег. Четик, работай. Сколько же до Кремля? На такси. Как метка метро справилась с таким количеством болельщиков. Ну да, болельщики жаловались только что, да. Опять, я помню эти времена, я на Динамо ездил, там интересно, милиция, сейчас полиция, они почему-то направляют всех в метро. Если ты машину поставил где-то там, ну не на стоянке. Нет, ну так ветка-то она сейчас другая с ЦСКА. Нет, сейчас две ветки там, Олег. Когда ездили на Песчанку, какая? Аэропорт. Аэропорт. Аэропорт либо Сокол. Да. А сейчас у ЦСКА своя станция. Да. И многие идут именно с ЦСКА, чтобы по пересадке. Да, да, да. Нет, там сейчас еще Петровский парк, вторая. Да, вторая. Ну как раз от нее можно доехать до ЦСКА. От нее до ЦСКА можно доехать, да. Садишься и поехал. Опять дружба народу произошла. Ну что ж, естественно, я поздравляю всех болельщиков Динамо с тем, что у команды теперь свой дом, свой старый новый дом. Вернулись, вернулись. Вернулись. Я уверен, что результат команды, которые ждут все болельщики Динамо, не заставит себя долго ждать. Ну что ж, давайте поговорим о матче Краснодар-Рубин. Краснодар второй год подряд выигрывает бронзовые медали, но в этом сезоне он попадает в квалификацию Лиги Чемпионов. Ну и в связи с этим, естественно, игра Рубина. Роман, ты, ну не знаю, насколько фанател за Рубин, так это по-серьезному, да, перед передачей мы говорили о том, сколько у нас у кого выездов было, сколько историй различных. Ну вот Рубин у нас на 11 месте и игры-то не показывал в этом сезоне. Игры не показал Рубин, он, по идее, его и не показывал, потому что главный тренер у нас Курбан Бердыев. Это уже всегда об этом говорят, это было давно поговорено, что это полный автобус, это защита. Так как у нас ушел Сердоразмун в Зенит, у нас нет этого наконечника, играть у нас некого, мы уже только автобус, а дальше уже, если получится, то мы забьем с какого-нибудь стандарта. Ну смотри, Роман, ну а когда Курбан Бердыев был в Ростове, там совсем другая комната была, там бежали футболисты, там были исполнители. Там, ну, половина воспитанников, половина, не знаю, там в аренде были, да, но они, там иностранцев осталось практически в защите от Хорватии. В 30-м туре один человек только легионер был в составе, да. Ну а Бердыев, ну как смог, я думаю, с таким составом Бердыев, что смог, то и сделал еще. Роман, а что с командой говорят, что может быть даже какие-то проблемы? Ну вообще там очень урезали финансирование команды, то есть половина бюджета это зарплата главного тренера. Вот, как сейчас есть информация, играют воспитанники команды, у них зарплата самая низкая в чемпионате. И она не в долларах, она в рублях. Вот, и поэтому такая игра и такое настроение. Как только у Курбана Бердыева будут деньги, сразу же будет совсем другая игра, будет совсем другая команда. Роман. Он же не частный клуб, Рубин. Он же региональный, республиканский, да. А кто туда будет деньги вкладывать? И почему? Бюджет. Я тебе как предприниматель, предпринимателю скажу. В Татарстане, подожди, есть и баскетбол, и хоккей, да, понимаешь? И футбол, что слишком много. Футбольная команда проигрывает. Уникс и Акбарс, эти команды в топе. Это команды лидеров своих спорта. А Рубин им просто проигрывает. Ну, потому что нет финансирования. Скажи, пожалуйста, когда на стадион будет приходить, когда на трибуны будет народу больше, чем на поле? Во-первых, болельщики жалуются, это доступность стадиона. Это далеко, добираться это неудобно. Ну, во-вторых, у нас такой регион, когда у нас загоняли на стадион бесплатно. Привозили автобусы, ребята, езжайте, все для того, чтобы люди пришли. Но инфраструктура не позволяет. И мне интересно, люди заняты работой, семьей. И работы с болельщиками, конечно же, ведется очень мало. Друзья, ну что мы говорим? Вспомните, когда и на матче нашего баскетбольного клуба приглашали автобусами. Приходите, посмотрите. А Раменская, вспомни, ты же ездил. Раменская, да, Сатурн Раменский. Вся область ездила, на автобусы привозили. Вся область выделяли автобусы, там разнарядка. Ленинский район, 40 человек. Вот это одна из причин, понимаешь? Дай немножко, давай затронем эту тему посещаемости. Это бюджет. Это бюджетное финансирование. Если клубы отдать на самореализацию, то тогда уже не будут думать. А как так Рубина упала? С чем связан этот регресс в последние годы? Ну, опять же, связано с финансированием. Все, нет финансирования, нет результата. Соответственно, такие же игроки подбирают финансирование. Раньше-то было и, допустим, Рубин был всегда, скажем так, в топе. И Уникс был в топе. Практически все были в топе. И Акбарс, и Синит волейбольник. А сейчас, смотри, они же не все в топе-то. Я вам напомню, это у нас было... Акбарс среднячок, Уникс среднячок, Рубин... Ну, по таблице среднячок. Женю, Татнефть и заканчиваются деньги. А, вот. Татнефть. Набросились на Романа... Ну, мы же не знали. А что они знали? Я болельщик Рубина, поэтому что мы набросили? А если бы про свой любимый Рубин собирал? Нет, то мы не набросились, Олег, про это Роман. Ты говоришь, понимаешь, в топе. Рубин всегда был в топе. Когда Рубин всегда был в топе? Два чемпионства. Девятый и десятый год. Все. Один раз. Ну, всегда он был за третий... Никогда. Рубин... Да, хороший был. Да нет, у Рубина было... Второе, третье, четвертое место. Ну, максимум четыре сезона, когда он где-то, как-то, что-то. Все. Это как-то что-то на два чемпионства, наверное? Два чемпионства, да. Ну, вот стрельнул команду и все. Один раз стрельнул. Не после этого больше... Это Лестер стрельнул раз и ушел. А здесь два. И клубок. Жень, я тебе так скажу. Спасибо деду за победу, а Рубину за Надха Еременко. Так точно. Спасибо. Ну, ладно. Давайте идем дальше. Локомотив Уфа. Локомотиву была нужна только победа, и он ее на своем поле перед своими болельщиками абсолютно заслуженно добился. Хотя Уфа... Хотя тренер Уфы был. Да. Хороший актер. Хороший актер. Да. Ну, не знаю. Локомотив мы уже немножко обсудили в общем, да, что команда весеннюю часть действительно прошла очень четко, пускай минимально. Не было такой какой-то феерии голов и какой-то сверхкомбинационной игры. Добивали своего результата 1-0-2-0. Где-то судьи помогали, да, мы говорили, где-то пенальти где-то удаляли. Мы их сказали с того, что мы говорили об этом. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, Локомотив занял второе место. Прямая путевка в Лигу чемпионов, и Юрий Павлович молодец. Все-таки Локомотив это, конечно, не ласточка, это электричка до Михнева. Я извиняюсь, конечно. Ага. Все-таки Локомотив доковылял, это не игра, конечно. Скучновато. Да, мне кажется, что если Краснодар бы занял второе место, это было бы по-правильному, наверное. Это было по футболу. Да? Игорь Павлович что сказал? Он сказал, вам шашечки или ехать? Ребята, вы хотите... А ты чего хочешь? Он сейчас выйдет в Европу и что, будет позорить нашу страну? Что, шашечки ехать? Что он про свои шашечки разговаривает? Женя, а финансирование? Ты знаешь, сколько... Финансирование? Олег тебе расскажет сейчас. Сколько получают команды просто за попадание в групповой этап? 20 миллионов. Это минимум. Минимум. Просто попасть туда. С бюджета, который финансируется РЖД? При чем есть РЖД? А кто финансирует Локомотив? Нет, я говорю, получают они от УИФА. Нет, от УИФА они получают двадцатку. Они получат не двадцатку, они получат больше. Меньше, мне кажется. Давайте об УИФЕ. Почему она так скатилась? Вот. Слова Евсеева кто может произнести? Потому что рано начали... Это Лига Европы. Да, да. Вот Рома правильно сказал. Это Лига Европы, я считаю. Все команды, заметь. И уход главного тренера. От нового человека все-таки правильный подход. Потому что все говорят, почему проиграл Спартак Оренбург? Почему не выиграл Оренбург? И за счет чем победил Оренбург? Да, да. А все пишут, почему проиграл Спартак. И начинают эту тему раздувать. Ну что, проиграл Спартак, потому что Оренбург больше хотел выиграть. Мы говорили на прошлой передаче об Оренбурге, что команда не подарок. Начинаем в городе. Да, все ясно. Они же раздавали всех своих лучших игроков. Ушел тренер. Так что просто команда... Ну почему? Они взяли из этого, из Люксембурга игрока. Это, конечно, авторитетный почтальон. Легионер. Давайте, он не так много времени, а еще хочется поговорить о матче Оренбург-Спартак, потому что все было в руках Спартака. Но, как оказалось, птица счастья все-таки оказалась в руках... С именем Котя. Ну, не знаю. С именем Максименко. Ну, ребята, ну не надо Максименко. Он пропустил на 94-й минуте... Ну, отмервый мяч, ну это что за гол? Как? Ну что? Ну что? В девятку со штрафом... Такой раз, такого угла, с такого расстояния... Нет, я понимаю, что стоял бы я, я бы обязательно взял этот мяч, если бы играл в PlayStation. Саша Сосницкий тоже взял бы, я считаю. Это да. Не, ребята... Спартак играет на уровне, я считаю, у экспертного совета передачи «Всеграни мяча», кажется. А-а-а! Это что намекает? Что ты вратарь? Что ты вратарь, а мы игроки, я так понимаю. Не, вратарь у нас в прошлой передаче. А, вратарь, да, брал, точно. Я не собираюсь, знаешь, как вот мы... Ну, кто сегодня пойдет там... Да, давайте я приду, смогу. Спартак – это народная команда, Лег. Вот. Так же и у них. Кто сегодня будет играть в футбол? Вот у них так играют. Один играет, десять не играют. Вот все время что-то у них не... Не одно так золотуха, понимаешь? Ну, я думаю, в следующем году, если они оставят в порядке и в покое Кононова, я думаю, что «Спартак» будет достойно играть. Я думаю, ничего не будет. А я думаю, Кононов стал типичным «Спартаковцем» с его интервью. Он просто влился в эту горду хамство и какого-то... Есть так... Ну, это просто стал «Спартаковцем». Был такой интеллигеровцем. За полгода влился. Любой тренер, который приходит в «Спартак», становится тем, кем он становится. Потому что, смотрите, Кононов в Краснодаре и Кононов в «Спартаке». Кононов в «Краснодаре» комментировал каждое действие своей команды. Просто от «А» до «Я» рассказал по полу, что «Спартаке, как вы оцениваете результат команды?» Это не по теме. «Как вы оцениваете свою работу?» Это к делу не относится. Это Карпинская, походу. Ну и... Про «Спартаковские» ответы. Ему пишут, видимо. Но Трахтенберг ушел. Кто это? В этом туре моим кумиром это, конечно, Евсеев был. Из пяти минут его спича после матча запикали две с половиной. Я хочу посмотреть оригинал. Очень хочу. Ты хочешь что-то нового узнать? Нет, я могу ничего. Новых слов узнать. Там не будет страницы текста, я тебе гарантирую. Ну что ж, я не знаю, есть ли смысл, что называется, посыпать сахар на раны. Потому что, действительно, «Спартак» проиграл. Вперед себя опустил ЦСКА. Соответственно, ЦСКА будет играть напрямую в Кубке. Странно все, Олег. А «Спартак» легко придется «Спартаку проходить». Один болельщик, я сейчас добавлю быстрее. Давай, проходите. Калификацию. Сказал мне сегодня, я говорю, как же вы так проиграли-то? Я говорю, у Максименко что ли виноват? Он говорит, если не Максименко, там еще был больше, чем на Ленинградке. Говорит, Забель больше. Я не знаю, кто на Максименко катит баллы. Я бы не стал. Почему ты тренер, да? Самое странное. Многие врачи катят баллы. Я понимаю, что после гола Рыкова, понятно, что у него рейтинг опустился ниже Плинтуса. А знаете, почему на Ленинградке более красивый футбол? Там больше женщин. Там больше футболисты хотят показать себя. Там у Рустамян живет, да. Мы сейчас договоримся. Мы у нас в передаче поговорим об этом. Игравка теперь феерить будет. Ну что ж, действительно, не надо переживать. Не надо переживать. По крайней мере, на мой взгляд, этот результат абсолютно закономерен. По турнирной таблице, которую мы уже начинаем смотреть и обсуждать. Зенит чемпион 64 очка. Это абсолютно такой средний показатель для команды, которая становится чемпионом. Локомотив 56. Краснодар 56. Вот этого вот где-то очечка Краснодара не хватило. Султсайдерами. Чтобы все-таки обойти. По-спортивному, конечно, мы все переживали и болели за Краснодар. ЦСКА четвертое место. Не самый худший результат. За последние 20 лет ЦСКА только один раз опускался на пятую строчку. Тут все-таки... Нормально. Нормально, хороший результат. Спартак – пятое место. Отличный результат. И Арсенал. Не можем не выделить. Арсенал в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы. Конечно, придется пройти два раунда, по-моему, если не три. Да, да. Не с июля. Не, два раунда придется пройти. Спартак один, по-моему. А Арсенал два. Да, да. Больше всех будет в Арсенал. Ну и Оренбург-Ахмат в упорной борьбе. Оренбург вырвался вперед. На седьмое очко. Да. Ну и вторая часть турнирной таблицы. Ростов в весеннюю часть и вроде бы хорошо играл, и плохо играл, и в конце концов на девятом месте. Рубин на одиннадцатом. Ну и уверен, что Курбан Бердыев, которому прочит место главного тренера ЦСКА... Динамо сохранилось в премьер-лиге. Динамо никогда в российском чемпионате не завоевывал двенадцатое место. Это наши достижения. 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 Не в первую лигу не опускали. Когда-то надо начинать. Не подготовил я табличку. У нас играют крылья советов Уфа. Играют в переходных матчах. Крылья с Нижним Новгород и Томию. Причем, где крылья и Нижний Новгород, и там и там два шикарных стадиона. И той и той команде нужно... Но! Рома, я посмотрел вчера. Вышел в премьер-лигу клуб Тамбов. Вы знаете, как называется стадион в Тамбове? Спартак. Это ладно. Вмещает восемь тысяч. Средняя посещаемость матчей в этом году три с половиной тысячи у них. Команда вышла в премьер-лигу. Можно только поздравить? Не, ну как вот город? Насколько в Тамбове проживает? Вот мы говорили об этом. Киримов что сказал про Анжи? Вспомните, вот последнее интервью было. Команда никогда не ходит. Почему он не дал денег? Потому что никто не ходит на футбол. Нужен Тамбову. Ну тамбов... Старый придет и... Восемь тысяч набьется. А вроде я слышал, что Тамбов будет играть в каком-то крупном городе. Да, вот скажи Олег, сколько ты может статистику знаешь по регламенту РФС? Есть же какая-то планочка. У нас был человек в другом городе. В другом городе. Они заявляли об этом. Друзья мои, время истекает у нас. Но что хотелось бы как информацию сказать. Естественно, 29 мая в 10 часов вечера мы смотрим финал Лиги Европы. Играет Челси Арсенал в этом матче. Да, естественно, смотрим, болеем. Ну и Лига Чемпионов. Финал это вот все. Вишенка на торте. 1 июня в 22.00. Тоттенхэм. Ливерпуль. Финал Лиги Чемпионов. И потом мы с вами уходим на выходные. Отдыхаем, купаемся, загораем. И готовимся к новому сезону. Ну а пока болеем за своих. Пока. До свидания. До свидания. До свидания.